В одном из частных домов, расположенных на пересечении улицы Синха и Жарокова, произошёл пожар. По одной из версий огнеборцев загорелся телевизор, находившийся в комнате на третьем этаже. В этом помещении в момент возгорания был восьмилетний ребёнок. К счастью, он не пострадал. Правда, сильно испугался. Для оказания медицинской психологической помощи его доставили в первую детскую больницу. Между тем, в ходе предварительных проверочных мероприятий была установлена общая площадь пожара – шесть квадратных метров. Огонь тушили два расчёта районной противопожарной службы. Предварительно техника могла загореться в результате сбоев подачи электроэнергии. Около четырёх часов утра в Алмалинском районе Алматы на улице Амангельды. В отрезке между улицами Макатаева и Гоголя произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал водителя этой «Тойоты». По данным очевидцев, он не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными у обочины дороги четырьмя автомобилями. Между тем, некоторые владельцы пострадавших машин находились неподалёку от места происшествия. «Он заезжает с поворота с пастора, цепляет одну машину, потом вытекается вторую, третью и вот так нашу четвёртую въехал». Кроме того, очевидцы сообщили, что водитель «Тойоты» пытался уйти от ответственности, пересадив за руль свою пассажирку. Причём они оба, по свидетельству наблюдателей, были пьяны. «Он сидел за рулём, в кепке сидел за рулём, рядом сидел худой, а сзади сидела девушка. Они выбежали, погнали туда. Девушка сидела сзади». «Или вы за рулём находились?» «Я за рулём не было». «А водитель выпивал этой машины?» «На экспертизу зависит, на экспертизу всех». Расследование по факту данного ДТП уже проводят сотрудники подразделения административной практики районного управления внутренних дел, в рамках чего процессуально будут получены показания многочисленных очевидцев. В Ауизовском районе Алматы на перекрёстке проспекта Тулеби и улицы Ясауи зафиксирован факт наезда на препятствии. В полицейские сводки данное происшествие попало около пяти утра. По информации ДВД, водитель автомашины марки «БМВ», следуя на запад, не справился с управлением и почти у основания снёс светофорный объект. Далее иномарка вылетела на аллею, разделяющую проезжую часть по направлениям. Только по счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал. По словам очевидцев ДТП, мужчина, управлявший БМВ, не стал долго задерживаться на месте происшествия и ретировался в пешем порядке. Его личностью становят сотрудники отдела розыска административной полиции города. Сотрудники дорожно-патрульной полиции Алматы, в частности экипажа «Буран-303» по горячим следам раскрыли уличное преступление, а труп грабителя пострадал этот юноша. В полицию с заявлением он обратился в начале седьмого вечера. Вместе с потерпевшим начали прочесывать местность. При этом мы обнаружили, задержали двух азиатов несовершеннолетних и обнаружили у них телефоны. Сейчас на данный момент дожидаем оперативную группу, в дальнейшем доставляем в УВД для дальнейшего разбирательства. Ограбленный юноша узнал задержанных своих обидчиков. Оказалось, что эти молодые люди друг с другом знакомы и даже проживают по соседству. Каким именно умыслом руководствовались налётчики, совершая открытое хищение чужого имущества, трактуемого как грабёж, установит следствие. Очередной пожар в Алматы. На этот раз зарегистрирован он в Алмалинском районе. Загорел из крыши небольшой времянки, что дислоцировано на улице Кожамкулова. Первые языки пламени жители близлежащих домов заметили около трёх часов ночи. Они-то и забили тревогу. Четыре пожарных расчёта боролись со стихией, что развернулось на 18 квадратных метрах. Работу бронмейстерам усложняла плотная застройка жилых домов, вследствие чего существовала реальная угроза распространения огня на соседние строения. В целях безопасности жители сектора, граничащего с горящей постройкой, были эвакуированы. Там до этого вообще наркоманы жили. Мы с ними боролись, 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 боролись. Бесполезно. Потом вроде бы нормально стало. Спокойно, тихо вроде бы всё. Истинная причина пожара уточняется. Жертв пострадавших нет. Продолжение следует... Алматы без потрясений. Защити себя, детей и домов. Внимание, розыск. Управление внутренних дел Бостандыгского района разыскивается без вести пропавший Макожанов Акжигит Азаматович, 1975 года рождения. Всех, кто располагает какой-либо информацией об Акжигите Макожанове, просим сообщить по телефону 254-47-49 и 254-47-13. Полиция Алматы разыскивает без вести пропавшего Ивашко Александра Евгеньевича, 1985 года рождения. Любую информацию об Александре Ивашко можно сообщить по телефону 254-47-47 и 254-47-02. УВД Алмалинского района разыскивает уголовного преступника Энс Владимира Петровича, 1984 года рождения. Если вам что-либо известно об его местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефону 254-46-48 и 8-707-722-80-57. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 93 преступления и происшествия, 50 из них раскрыты по горячим следам. В том числе одно разбойное нападение, 10 грабежей, 52 кражи чужого имущества, одно наркопреступление, 8 хулиганств. Зарегистрированы 17 дорожно-транспортных происшествий, 24 человека травмированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова